Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем 38 главу. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного одоломитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананьянина, которому имя Шоа, и взял ее и вошел к ней. Она зачела и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачела опять, родила сына и нарекла ему имя Анан. И еще родила сына третьего и нарекла ему имя Шева. Иуда был в Хизиве, когда она родила его. Иуда один из потомков Иакова, он отошел от братьев своих, и так как он был кочевник, он поселился близ одного одоломитянина. Там он взял себе жену, и родила она ему трех сыновей. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему. Имя ей Фомарь. И вот прошло какое-то время, очевидно, и его первенец Ир вырос, и ему взяли в жены Фомарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа и умертвил его Господь. Здесь не уточняется, чем именно согрешил Ир, просто говорится, что он был неугоден и что Господь его умертвил. И сказал Иуда Анану, войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. Речь идет об так называемом обычае Леверата. Когда мужчина брал себе жену, и так получалось, что он умирал, и у него не было детей от этой жены, получалось так, что его имя изгладится, что у него не будет потомков, никто не будет называться его именем, его род пресечется, и для человека той эпохи это было величайшее несчастье, которое с человеком вообще может случиться. И вот чтобы так не было, вдову его должен был взять за себя брат, и первенец от этого брака будет носить имя вот этого покойного брата, чтобы его имя не изгладилось. Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. И вот Анан, он по какой-то причине не любил своего брата Ира, и не хотел, чтобы его имя сохранилось, не хотел, чтобы вот родился этот ребенок, который будет носить имя его брата, и он поэтому прибегал к такому ущищрению, чтобы этот ребенок не был зачат. Зло было предачами Господа то, что он делал, и он умертвил его. Речь здесь идет, очевидно, о том, что было зло. Зло было его такое зложелательство к покойному брату, по которому он не хотел, чтобы вот родился этот ребенок, который будет носить имя вот этого его брата покойного. И здесь мы видим, что Библия признает какие-то обязательства по отношению к мертвому, потому что, ну, этот брат умер, он не может огорчаться, он не участвует в повествовании, он не может как-то огорчиться таким поведением Анана, но, тем не менее, в очах Бога вот это злобо-зложелательство по отношению к покойному брату — это грех, из-за которого Анан и умер. И сказал Иуда Фомаре, невестке своей, по смерти двух сыновей своих, живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой. Ибо он сказал в уме своем, не умер бы и он, подобно братьям его. Иуда видит, что эту женщину Фомаре последовательно берут за собой два брата, два его сына, и они оба умерли. И он начинает на нее смотреть с таким суеверным испугом, что эта женщина приносит смерть, что вот с ней жили два этих брата, и они оба умерли. И он ей говорит, ну, ладно же, и вдовую в доме моем пока не подрастет Шела, сын мой. Шела — это младший из трех сыновей, и, очевидно, он еще не готов вступить в брак, и он говорит, ну, подожди пока. Фомарь пошла и стала жить в доме отца своего. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фомну, к стригущим скот его, сам Ихира, друг его Адаламитянин. И уведомили Фомарь, говоря, вот свекар твой идет в Фомну, стричь скот свой. И, снявая на себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом, и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фомну. Ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. Ну, что происходит? Собственно, Шела уже вырос, он уже способен вступить в брак, и эта бедная женщина, Фомарь, она продолжает оставаться вдовой, она продолжает оставаться лишенной продолжения рода. Мы еще раз вспомним, что для человека Ветхого Завета, которому не было открыто еще истинно вечной жизни, единственное продолжение рода было в детях, и остаться без детей, остаться без потомства, было самым ужасным, что вообще только можно помыслишь. И на людей, которые не имели детей, не имели потомства в древнем мире, мы находим этому свидетельству. И Ветхом и в Новом Завете смотрели, как на людей, на которых за что-то Бог прогневался, которым Бог почему-то вот не дал этого богословения, и чем-то они, значит, виноваты. И на них смотрели из-за этого коса. И мы видим, что Фомарь, она переоделась будницей и пошла, села на дороге, где ее встречает Иуда. И увидел ее Иуда и почел ее за будницу, потому что она закрыла лицо свое и не узнал ее. Он поворотил к ней и сказал, «Войду к тебе», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала, «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал, «Я пришлю тебе козленка из стада моего». Она сказала, «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал, «Какой дать тебе залог?» Она сказала, «Печать твою и перьез твою и трость твою, которая в руке твоей». И он дал ей и вошел к ней, и она зачала от него. И встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего». Мы видим здесь, что Фомария идет на обман. Она идет на обман, она идет на буд, но мы видим, что она здесь является обиженной стороной. По обычаю, по закону, она должна быть дана в жены Шеле, но этого не происходит, потому что вот из-за такого суеверного страха Иуды, что вот он двух сыновей уже за нее выдавал, они поумирали, я еще и третьего буду выдавать. Да нет, я как без сыновей останусь, какая-то она такая страшная женщина, приносит смерть. И она идет на такую хитрость, идет на такой обман. Она обманом завлекает к себе Иуду, который почел ее за будницу. И он, значит, впадает в этот грех Будда, и он ей оставляет залог, вещи, которые ему принадлежат. Причем печать и перевязь, и трость. Печать это очень индивидуальный такой предмет. Когда человек, тем более человек такой достаточно состоятельный, который сделки заключал время от времени, должен был ставить подпись. Вот когда у нас ставят подпись, тогда была такая печатка. Печатка, которую носили чаще всего на пальце, на кольце. И человек, когда он хотел подписаться, он ставил эту печать. И она была строго индивидуальной. То есть, конечно, нельзя было потом от нее отказаться, что это была печать именно его. И Иуда поступает так безрассудно. Он отдает эти его предметы, которые... Именно его их легко опознать. И она потом встает и уходит. Иуда же послал козленка через друга своего одоломитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря, где блудница, которая была в Янаиме при дороге. И вот он хочет расплатиться, значит, с блудницей за услуги, посылать ей этого козленка, чтобы забрать залог. И ее не находят. И никто ее не помнит. И жители говорят, здесь не было никакой блудницы. И возвратился он к Иуде и сказал, я и нашел ее. Да и жители места того сказали, здесь не было блудницы. Иуда сказал, пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. И Иуда, конечно, несколько испуган. Он говорит, ну ладно, только бы это не вышло, только бы это не выпало. Только бы не стали над нами смеяться. То есть он оказывается в положении, когда он согрешил, и он боится, что это откроется, он боится, что это выйдет. Прошло около трех месяцев. И сказали Иуде, говоря, Фомарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда. То есть уже становится явно, что она беременна. И беременна она от самого Иуды, но он этого еще не знает. Иуда сказал, выведите ее, и пусть она будет сожжена. То есть Иуда выступает как такой ревнитель старых обычаев, и он считает, что будницу надо казнить, ее надо сжечь, потому что в археическом патриархальном обществе будет это большое преступление, и вот она должна за него умереть. И Иуда выступает как такой суровый и беспощадный судья по отношению к этой женщине. И мы видим, как совсем недавно он сам впал в блуд. Но в том обществе, в патриархальном обществе, мы видим, что было бы, если бы вышло, что Иуда впал в блуд. Над ним бы стали смеяться. То есть его бы не казнили. Точно. А вот женщине, впавшей в блуд, ей грозит смерть. И Иуда такой говорит, что да, конечно, она вот впала в блуд, ее надо казнить, а нечего тут в блуд впадать. Сейчас она, значит, получит свое заслуженное. Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему, я беременна от того, чьи эти вещи, и сказала, узнавай, чья это печать и перевесть и трость. И тут она посылает ему эти предметы и раскрывает его грех. Иуда узнал и сказал, она правее меня, потому что я не дал ее шале, сыну моему, и не познавал ее более. И мы видим здесь, что Иуда все-таки имеет некоторую совесть, имеет некоторое представление о том, что да, в данном случае он согрешил, он виноват, и она правее. И он признает, я не дал ее шале, сыну моему, не познавал ее более. Ну, то есть он ее оставил в покое. Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее. И во время родов ее показалась рука одного, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав, этот вышел первый. Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. И она сказала, как ты расторг себе преграду, и наречено ему имя Фарис. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара. И мы видим, как так устраивается, что Фамарь оказывается оправдан, она оказывается права, она рождает этих детей, у нее оказывается потомство. И то, что она сама согрешила, она пошла на обман, она пошла на Буд, это как бы снимается тем, что против нее согрешил Иуда первый. И мы видим, что женщина, которая находится в более уязвимом положении, как женщина, она в итоге оказывается оправдана, она в итоге рождает этих близнецов, и посрамленно оказывается Иуда со своей надменностью, которую он говорит, а пускай она будет сожжена, пускай она пострадает за свои грехи. И когда он это говорит, открываются его собственные грехи. И Библия последовательно проводит вот эту мысль, что не надо быть праведным слишком в своих очах, не нужно сильно пинать других грешников, потому что это приведет к тому, что откроются твои грехи, и ты будешь посрамлен. Мы с вами прочитали 38 главу книги «Бытия». Мы читаем писание в рамках библейского портала «Экзигет.ру».